всем привет итак перед нами трипод это внутренний шарнир вот он отмытый ролики как звенят сейчас будем смазывать поменян пыльник будем смазать вот такой смазкой специально разработанной для этого шарнира очень удобная смазка вес 90 грамм что достаточно для заполнения одного шарнира пакетик очень удобный сейчас покажу почему вот так вот удобно его разрезать уголок и заполняем шарнир покручивая и выдавливая пакетик вот таким образом заполняем полностью шарнир вот этот вот игольчатый подшипник игольчатый ролик расскажу почему именно данная смазка ну или подобные смазки данная смазка в не mp применяется именно для вот этих шарниров потому что этот шарнир трипоид он установлен практически на моторе и испытывает высокие температуры при смазывании если знаю некоторые мастера смазывают смазкой которая применяется для наружного шарнира наружные шарниры содержат десульфит молибдена наружная смазка что чревато сказывается для работы внутреннего шарнира потому что он испытывает высокие температуры и сам десульфит молибдена он просто вреден для вот этих игольчатых подшипников потому что он может закоксоваться и ваши иголки не будут работать то есть они будут стоять на месте в общем что приведет к нарушению работы данного трипода шарнира и недолговечной его работе поэтому ни в коем случае не смазывайте смазкой которая используется для наружного шарнира вот ну так же мы забиваем полностью все все вот эти иголки потом сверху наносим прям обильно эту смазку почему обильно потому что еще при работе эта смазка под действием вращения разбрызгается на шарнир было даже такое что использовали жидкое трансмиссионное масло заливали когда не было такой смазки вот у людей под рукой с литолом вот все размешивалась чтобы она была жидкая и в процессе работы все вся эта жидкая смазка она заливалась в эти подшипники то есть обеспечивала им стабильную работу без заклинивания поэтому обязательно должна быть смазка которая жидкая вот именно которая используется для вот этих вот шарниров благо сейчас есть на рынке очень много этих смазок поэтому пишите комментарии кто как смазывает какие используют смазки применяет ну и после этого берем стопорное кольцо устанавливаем его фиксируем тщательно чтобы оно зашло и после того как установили проверяем держится насколько она держится прочно чтобы она не вырывалась ничего обязательно проверяйте что в дороге ничего у вас не случилось после этого одеваем плотно пыльник и обжимаем его хомутами всем успехов работе всем всех благ и и